МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске о задержке зарплат, падении спроса на технику для дома и повышении себестоимости молочной продукции. Подробности прямо сейчас. Почти 26 миллионов рублей зарплаты задолжали новосибирские предприятия своим сотрудникам. Данные на 1 августа сообщает официальный орган статистики региона. По сравнению с июлем сумма сократилась почти в полтора раза. При этом, как следует из материалов Новосибирскстата, из общей суммы задолженности почти половина – 13 миллионов 300 тысяч рублей – приходится на обрабатывающее производство, а около 9 миллионов рублей – на строительство. Оставшаяся часть долга за предприятиями водоснабжения, а также сбора и утилизации отходов. Средний срок ипотечного кредита в России увеличился на 2,5 года. Об этом сообщает Центробанк. В итоге россияне стали брать кредиты на 20 лет, в то время как в прошлом году срок был куда меньше. В принципе же тенденция увеличения периода ипотечного кредитования наблюдается в стране с 2016 года. Тогда максимальная продолжительность жилищного займа не превышала 15 лет. Причиной роста эксперты называют увеличение ипотечных ставок. И чем длиннее срок кредитования, тем меньше ежемесячный платеж. Так, россияне пытаются компенсировать подорожание жилья. Кроме того, увеличился и средний период кредитования по автозаймам – примерно на полгода. В итоге сейчас в среднем он составляет 4,5 года. Тем временем россияне стали меньше покупать телевизоров, смартфонов и аудиоустройств. Минус 22% к уровню прошлого года. В итоге ритейлеры продали 74 тысячи устройств. Это следует из данных исследовательской компании, занимающейся аудитом непродовольственного ритейла. Эксперты проанализировали продажи как в обычных магазинах, так и в интернете. Связывают это со стабилизацией спроса. Иными словами, россияне уже насытились покупками, а рынок не резиновый. Производители молока столкнулись с трудностями, решать которые, возможно, придется за счет потребителя. Об этом сообщил руководитель профильного национального союза Артем Белов. В первую очередь речь о повышении себестоимости продукции, которая складывается из цен на сырье, корма, минеральные удобрения и дизельное топливо. Все составляющие в этом году ощутимо прибавили в цене. В итоге и себестоимость молока выросла на 6-8%. Также на плечи молочников ложится маркировка продукции и новые экологические требования для предприятий. Белов привел данные. При выручке индустрии в 1 триллион рублей годовая валовая прибыль составляет лишь 35 миллиардов. Вдобавок ко всему торговые сети делают наценку, в связи с чем представители союза обратились в ФАС. Государство выделит больше 450 миллионов рублей субсидий кинокомпаниям для перевода российских фильмов и сериалов на иностранные языки. На эту сумму уже заключили 11 соглашений. Еще 30 миллионов рублей будет выделено позднее. На программу в 2021 направили в полтора раза больше средств, чем годом ранее. Поддержку получат 31 художественный и 30 анимационных фильмов и сериалов. Их переведут на английский, итальянский, испанский, немецкий, португальский, французский и японский языки. А также сделают субсидитры на 16 языков, в том числе хинди и малайский. Как не стать жертвой финансовых мошенников, расскажут с помощью сайта Госуслуг. На портале появился специальный сервис. Он не только поможет пользователям узнать о правилах безопасности в онлайн-среде, но и описывает механизмы, которые используют финансовые пирамиды и мошенники. Злоумышленники постоянно используют новые сценарии, вплетают в свои легенды актуальную повестку дня. Поэтому очень важно, чтобы граждане имели возможность оперативно и в удобном формате получать информацию о том, как противостоять мошенничеству, отметил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев. Он подчеркнул, что без повышения уровня финансовой грамотности все условия государства по борьбе с мошенниками не дадут должного положительного эффекта. На этом у меня все новости. С вами Блоксения Петренко. До встречи на канале ОТС. Субтитры предоставил DimaTorzok